Развитие охотхозяйства на территории региона обсудили на заседании правительства. Территория общедоступных угодий – 31%, остальное в руках 44 арендаторов. Совсем недавно на поле вернулся и самый крупный игрок. После многочисленных судов областное общество охотников и рыболовов снова заработало в полную силу. Максимальная по площади охотничьих хозяйств Тейковская – 80,5 тысяч гектаров. Ведет Ивановская областная общественная организация охотников и рыболов. В целом у этой организации 10 охотничьих хозяйств общей площадью 449,3 тысяч гектаров. Пока охоту угодья делили, животному миру был нанесен серьезный урон. И, как следствие, низкая продуктивность этой отрасли в пересчете на областной бюджет. Перед регионом поставлена в охотничьем плане, подчеркиваю, сверхзадача. Сверхзадача. По увеличению продуктивности охотничьих угодья в 13 раз. Я думаю, что никто такие задачи в целом не решает. То есть перед нами задача стоит увеличить продуктивность охотничьих угодей к 2016 году с 6 миллионов сегодняшних до 80-85 миллионов. Для восстановления популяции потребуются годы. Практика показывает, что ускорить процесс можно путем развития вольерного охотхозяйства. Прецеденты уже есть. Один находится и нормально работает на территории южской зверофермы, показывая продуктивность не в 13 раз, а в 40 раз выше обычного охотничьего хозяйства. Это южская звероферма. И выдано разрешение в текущем году. Общество с ограниченной ответственностью деревообработка, которое базируется в селе Новоклязьминское. И общество с ограниченной ответственностью Орион, которое базируется в Привозском районе. Безусловно, никакие вольеры не помогут, если в лесах будет процветать браконьерство. А ведь это серьезные проблемы и общедоступных угодий, и арендуемых охотхозяйств. Сейчас перед исполнительной властью стоит задача сформировать подразделение Федерального охотнадзора. Каждый охотпользователь будет обязан иметь в штате работника, наделенного государственными полномочиями в сфере охраны охотресурсов. Специально обученные инспекторы будут бороться с браконьерством. Я надеюсь, что мы этот вопрос преодолеем за 2014 год. В радикальном плане, наверное, нет, но очень существенно продвинемся с этой темой, поскольку сегодня найден способ этого решения. У нас достаточно финансирования, у нас достаточно материально-технического обеспечения. При правильных расчетах и алгоритмах, которые мы сообща вычислили, я думаю, у нас всего достаточно, чтобы покончить с этой заразой. С нетерпением ждут охотники от службы документа территориального планирования, где будет представлена схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий. В кратчайшие сроки, хоть работа и не быстрая, составить схему размещения, использования охраны охотничьих угодий. В общем-то, подготовительная работа в этом плане проделана, теперь нужно ее облечь в соответствующий документ. Подводя итоги заседания, губернатор напомнил, что лес должен быть местом отдыха для всех любителей охоты и ни в коем случае не местом для дуэли. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...